Друзья, перед тем как начать видео, я хочу поздравить всех с праздником Великой Победы днём 9 мая. Здоровья всем ветеранам и вечная память всем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Друзья, всем привет! Вы на канале SmartphoneChina, с вами я, Александр. Сегодня разговор у нас пойдёт об ультрабюджетном сегменте смартфонов стоимостью до 100 долларов. И на примере сегодняшнего аппарата Oskol C70 мы с вами постараемся ответить на вопрос. Может ли смартфон ценой чуть более 7000 рублей быть годным устройством? Начнём, как всегда, с упаковки комплектации. Поставляется устройство в такой вот фирменной коробке сиреневого цвета. На обратной стороне есть некоторое количество характеристик основных. В комплект поставки, помимо зарядного блока, к сожалению, только на 10 Вт и кабель USB-C документации инструмента для открытия лотка, входит также такое вот защитное стекло, кстати, плёнка есть наклеенная на экране, и неплохого качества ТПУ-бампер, как я люблю закрывающий подиум камер, и на первое время вполне себе сойдёт. Сам аппарат. Довольно симпатичный и современный дизайн имеет. Задняя крышка у него матовая, не скользкая и не маркая. Есть три цвета. У меня вот такой симпатичный летний зелёный, есть ещё классический серый и голубой. По качеству сборки аппарат очень хорош, ничего не скрипит, не люфтит. Задняя крышка, кстати, у него снимается целиком, что упрощает его разборку. В принципе, я уже попробовал вот фотографию. Вставлю. Сзади у нас двойная камера, вспышка светодиодная один, сканер отпечатка, она же кнопка включения на боковой грани, качелька громкости наверху. На верхнем торце что-либо отсутствует. На левой стороне у нас имеется SIM-разъём. Он, к сожалению, гибридный, вот такого вот вида. Снизу есть 3,5 мм разъём для включения наушников, микрофон, Type-C разъём и единственный мультимедийный динамик в этом аппарате. Сверху в вырезе капли у нас присутствует фонтальная камера, датчики освещения приближения идут рядышком и решётка разговорного динамика. Эти вот уведомлений, к сожалению, аппарата нет. Размеры аппарата 163х75х7,8 мм и вес 196 грамм. По современным меркам достаточно компактный аппарат. Экран у смартфона 6,56 дюйма и его диагональ. IPS-матрица с разрешением HD+, 1612х720 точек. Плотность пикселей 269 ppi. Яркость заявлена производителем 400 нит. Частота обновления экрана до 90 Гц. Матрица имеет довольно неплохую цветопередачу. Хорошие углы обзора. Единственное, падает немного яркость под углом на камеру. Кстати, больше в реальности поменьше. Но есть один нюанс, как говорится. Запас яркости у этого аппарата довольно невысокий. Даже если мы выкрутим на максимум. Наверное, сейчас пересветов не наблюдаете. Либо совсем чуть-чуть. В общем, на очень ярком солнце аппарат, к сожалению, слепнет. И использовать его летом будет довольно затруднительно. Мультитач аппарата на всеми любимые 10 касаний. Частота дискретизации сенсорного слоя, я думаю, что 180 Гц. Потому что довольно плавно все. Даже при быстром перемещении никаких ступенек не наблюдается. И в целом, тач хороший. Срывов и проблем с ним никаких не замечено. Однокристальная система в этом смартфоне установлена от компании Unisoc. Это хорошо нам уже знакомый Т606 Тайгер. 8 процессорных ядер, 12 нанометров, 2 Cortex-A75 и 6 Cortex-A55 частотой до 1,61 ГГц. Графический ускоритель Mali-G57MP1 с частотой до 650 МГц. Оперативной памяти в аппарате 6 ГБ стандарт LPDDR4X и накопитель емкостью 128 ГБ UFS 2.1 с вполне хорошими характеристиками скоростными. По производительности центральных ядер у нас Geekbench 6 и производительность графической подсистемы GFX Bench. Вот такие результаты. Эта однокристальная система демонстрирует в целом хорошую, минимально необходимую производительность на сегодняшний день для всех каждодневных задач. Такие как соцсети, звонки, видосики на ютубе. В играх, особенно на издрешении, ему тоже вполне комфортно. Ну, конечно, в Genshin на максималках играть не стоит. Однако в PUBG я вполне поиграл, никаких проблем не заметил. По нагреву и троттлингу также никаких проблем не обнаружено. За полчаса троттлинг теста троттлинг не обнаружен совсем. А температура батареи, единственное, к сожалению, здесь термодатчик не превысил 31 градус. Единственное, что, конечно, пожадничали с датчиками, как всегда, на этой системе. У нас только освещение приближения, кстати, которые работают вполне себе нормально в любом положении. Ну, и акселерометр. Ни магнитометра, ни гироскопа, к сожалению, нет. Далее батарея. В этом аппарате установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 5180 мАч. Быстрой зарядки, к сожалению, нет, только 5 Вольт 2 Ампера. Заряжается аппарат с 0 до 100 за 3 часа 12 минут. И по автономности. Тесты, как всегда, проводились на фиксированной яркости. 200 нит. Если смотреть по автономному регулятору, это вот такое вот значение. Первый тест это YouTube. 10,80, 60 кадров в секунду. И мы получаем результат 1 часов 52 минуты. 12 часов. В общем-то, результат невысокий. Примерно на уровне Umi Digi C1 Max. Следующий тест это MX Player. Видео оффлайн. Аппаратное декодирование. 10,80, 30 кадров. 15 часов 7 минут. В батарейном тесте PCMark смартфон показал также в районе 12 часов. Скромный результат. И последняя игровая нагрузка. PUBG за час игры скушал 10% заряда. Это, в общем-то, нормально. В общем и целом, конечно, автономность рекордной назвать нельзя. Была бы здесь хотя бы быстрая зарядка на 18 Вт. Было бы попроще. Но, к сожалению, ни высокой автономности, ни быстрой зарядки у аппарата нет. Далее по работе навигации. Работает смартфон со спутниковой системой GPS, GLONASS и Galileo. Может и QZS и Baidu, но в инженерном меню нужно переключать. В общем, делает он это не очень быстро. Особенно первый раз. Но, когда поймает спутники, количество, кстати, их изначально было небольшое, довольно точно позиционирует. Вот мой любимый угол. Перемещение в пешеходном режиме. По дороге ведет ровно. Вот чуть побольше стало спутников. Точность показывает 10 метров. Но, по факту, вот я перехожу через дорогу. И, как вы можете видеть, с картой совпадаю я практически идеально. Жаль, что нет магнитного датчика, то есть компаса, и на месте ваше местоположение, если вы будете, как говорится, в разные стороны смотреть, отслеживаться не будет. В целом, твердую четверку поставить можно. За ней очень шустрый поиск спутников и отсутствие магнитного датчика. Следующий пункт это Wi-Fi. Аппарат умеет работать в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц с протоколами APGNAC. В начале у нас идет 2,4, здесь мы увидим скорость подключения 135 Мбит, что соответствует антенной формуле 1Х1 и ширине канала 40 МГц. Чувствительность при этом у нас максимальная через одну стену. Скорость демонстрирует очень хорошие для такого типа подключения. В самом глухом месте с двумя кирпичными стенами и зеркалами чуть-чуть вышел из зеленой зоны аппарат. И скорости при этом практически не уменьшились. По 2,4 твердая пятерка. Далее 5 ГГц. Здесь у нас скорость подключения составляет уже 390 Мбит в секунду. Как это ни странно, для 5 ГГц стрелка лежит на максимальном значении чувствительности через одну стену и скорости максимальной для моего провайдера. За двумя стенами, за двумя в самом глухом месте квартиры аппарат показал результат на 5 ГГц лучше, чем на 2,4. Это прям фантастика. Скорости действительно это подтверждают. Они нисколько не уменьшились. В общем, за работу 5 ГГц можно поставить 5 с плюсом. Едем дальше. Работа 4G LTE и голосовые вызовы. Аппарат имеет все совершенно необходимые бенды для работы. Вот у нас 3G, 2G и 4G, 1, 3, 7, 28 и у нас еще есть бенд 40 TD LTE. Скорости при этом аппарат демонстрирует вполне себе хорошие. Максимальное значение вновь зафиксировано было на уровне 99 Мбит в секунду. Чуть-чуть до соточки не дотянул. Правда, режимы агрегации частот, то есть LTE плюс или 4G плюс или LTE CA нигде не было при этом зафиксировано. В настройках, но возможно, просто нет индикации. Однако, в сути, это не меняется. Интернетом аппарат работает отлично. Голосовые вызовы. Проблем тоже никаких не вызвали. На удивление, хорошего качества и высоким запасом громкости слуховой разговорный динамик. Микрофон, хоть и один, но также обеспечивает очень приятное качество при разговоре. Особенно на фоне недавно протестированного мною Akitele C33. Там микрофон работал просто ужасно при разговоре. Один-два раз, раз-два-три. Проверяем качество микрофона в смартфоне Oskal C70. Раз-два-три-четыре-пять. Вышел датчик погулять. А заодно смотрим, как работает у нас датчик приближения. Кстати, вот обратите внимание, есть запись вызов на экране. Один-два раз, раз-два-три. Сосисочная, сосисочная. Уровень приема сотовой сети в условиях слабого сигнала смотрим в сравнении, как всегда, с моим OnePlus 9 Pro. На Oskal у нас 107 dBm показывает, а на OnePlus 102 dBm. Это показатель чем меньше, тем лучше. Следовательно, немножко отстает Oskal. ASU Oskal показывает 31, OnePlus показывает 38, да и 109. Вот здесь dBm стало. Разрыв немножко увеличился. В общем, предсказуемо слабее сигнал сотовой сети на Oskal C70. Но не провально, на GSM, на 3G не сваливается. Но, конечно, проигрывает, вот уже 110, моему OnePlus. Следующий пункт от системы настройки. Аппарат работает на 12-й версии Android. Вот она, собственно. И на версии собственной оболочки, новой, Doc OS 3.1. По настройкам Wi-Fi уже все рассказал. Bluetooth у нас версии 5.0. Кодеков, к сожалению, никаких продвинутых не завезли. Только базовая SBC. Есть Android Auto. Управление сим-картой и трафиком присутствует. Здесь у нас предпочтительный выбор сети. VO, LTE, выбор точки доступа. В общем, все как всегда имеется. В дополнительных настройках у нас есть трансляция экрана беспроводная. VPN, режим модема. А вот NFC в этом аппарате, к сожалению, нет. OTG присутствует. Оно включается автоматически. Работает с файловыми системами только FAT и XFAT по умолчанию. Экран. Здесь у нас адаптивная яркость, темная тема, ночная подсветка, регулировка шрифта. Присутствует нормальная. У меня, кстати, не самый максимальный еще стоит. То есть можно его прибавить. Есть регулировка цветовой температуры, хоть по всему кругу, но настроен дисплей очень хорошо по умолчанию. Супруга у меня профессиональный фотограф. Она делает фото всех устройств на превью и на слайд-шоу. И она отметила, что экран очень хорошо фиксируется камерой. Обычно, если экраны среднего качества, искажения очень видно потом на фото. А здесь все, в общем-то, достойно. Но покрутить, если вы очень хотите, так же можно. Вот, пожалуйста, настроить, как вам больше нравится. Также у нас вот здесь чуть ниже регулируется частота обновления экрана. Можно сделать по умолчанию. Тогда будет переключаться в режимах воспроизведения видео на 60 Гц. А по умолчанию будет 90. Можно включить, чтобы везде было 90, ну или везде 60. Обои персонализациям, как обычно, у Blackview немножко есть тем. Три штучки обоев. Посмотреть другие обои. Мы уже попадаем в онлайн какой-то магазин. Тоже можно качнуть и темы, и обои. Как видите, здесь нам предлагают что-то новенькое. О, полно тут всего. Прекрасно. Персонализация. Также у нас есть возможность сменить стиль иконок. Звук. Четыре регулировки. Вибра. Здесь обычная, но я бы не сказал, что прям очень противная. Правда, не очень сильная. Никаких больше настроек специальных звуковых нет. Жесты. Здесь у нас находится скриншот тремя пальцами и на включение камеры тремя пальцами. А также умное окно. Это, собственно, вот такая вот смарт-панель, куда добавляются у нас различные иконки, быстро вызываемые. Приложения и уведомления. Все как обычно. Настройка приложений. Правда, нельзя растянуть на весь экран старые приложения. А этот у нас достался атовизм от чистого андроида. К сожалению, такой функции здесь нет. Вспомогательные функции. Заметьте, раньше этот пункт был по-английски. В этой версии все-таки доперевели. Во-первых. А во-вторых, друзья, наконец-то в смарт-управлении появился двойной таб. Я понимаю, что это не весть какое достижение. Но, однако, у конкурентов из третьего эшелона этого нету в голом андроиде. И у Blackview тоже не было в версии 3.0 оболочки. Что говорит нам о том, что ребята все-таки работают. Есть также по поднятию, включить экран и жесты при ответе на звонок. Так называемый смарт-моушен. Здесь же у нас есть функция включения и выключения записи звонка. Изначально я думал, что это автоматическое и ручное управление функцией. Но нет. Это просто есть в звонилке пункт записать разговор или нет. То есть только ручная запись. Звонка здесь присутствует. И есть автоочистка динамика. С определенной частотой сигнала продувается динамика, если вдруг у вас пыль попала. Отпечаток пальца и распознавание по лицу. Ура! Дабл таб есть. Работает хорошо. В этом аппарате конфиденциальность, местоположение, батарея. Здесь у нас есть и расход. Нам показывают, сколько был. Менеджер батареи есть. Есть управление зарядкой. Можно ограничить, дабы поберечь вашу батарею. Ну и различные настройки энергопотребления для приложения присутствуют. Хранилище понятно. Да, я еще не сказал, вот в этих вот жестах первых. Здесь у нас, естественно, есть управление либо кнопками, либо жестами. У меня включено жестами. И, кстати, они здесь работают очень хорошо. Ну, в общем-то, все о телефоне. Это все мы уже посмотрели. Касательно анимации, плавности работы. Обратите внимание. Вот запускаю. Как все это сворачивается, да? Очень хорошо. Никаких глюков анимации практически и нет у нас. Шторка тоже плавно, тоже хорошо. В общем и целом радует то, что ребята поработали над оболочкой. Добавили дабл тап, к счастью. Ну и вообще в целом Blackview в этом плане и его суббренд Oskal отличаются выгодно от других представителей третьего эшелона. Обратите внимание, здесь тоже все плавно. Поскольку своя оболочка есть своя оболочка. А голый Android это, ну, такое себе. На любителя. Я думаю, только в пикселях голый Android работает как надо. А в третьем эшелоне это, ну, вот как мы видели на Oukitel. Или на большинстве планшетов. По работе с приложениями памяти тоже все в порядке. На удивление. Держит хорошо. Если, конечно, уже проходит достаточно много времени, тогда он из памяти выгружает. Сутки не держит, как мой OnePlus. Все-таки 6 гигабайт оперативы. Но, тем не менее, довольно-таки достойно. Вот, пожалуйста. Из кэша, правда, перезагрузил. Но, однако, открыл ту же самую картинку. Не сбросил настройку программы. Есть вопросы некоторые, конечно, к лаунчеру. Вот это вот. Почему нельзя убавить вот эту штуку, да? Ну, почему ее нельзя убавить, да? Почему? И вот эта надпись тоже неубираемая. Но, однако, в целом, в целом, все-таки, это лучше, чем голый Android. Тем более, как я уже сказал, ведутся хоть какие-то работы над улучшением оболочки. Следующий пункт – мультимедиа. Аппарат умеет на YouTube крутить видео до 1080p 60 кадров в секунду. В оффлайн-режиме MX Player умеет 4K, но, к сожалению, только в программном режиме. Динамик в аппарате только один. Давайте послушаем его качество. В общем и целом, охарактеризовать звук можно как нормальный. Он ничем особенным не выделяется, но он и не отвратительный. Не пищалка, есть какое-то количество низкой середины, как бы намек такой на низы. И нормальный, более или менее, запас громкости. В общем и целом пойдет, особенно как для смартфона стоимостью менее 100 долларов. Касательно звука в наушниках. Он оказался тоже вполне неплохим, как на многих аппаратах на чипах Unisoc серии T6XX. Однако есть у него какая-то, видимо, наследственная болезнь у них. Бас, к сожалению, выкрутить нельзя больше такого значения. По крайней мере, на моем любимом пауэррампе начинаются искажения даже не на небольшой громкости. Если подключить USB-C ЦАП, то звук получается, конечно, пожирнее значительно. Но вот фирменная болячка с басами никуда не девается. Кстати, вот с таким вот качеством он выводит напрямую на USB-C ЦАП звук через пауэррамп. И звучит, в общем-то, нормально. По Bluetooth, как ни странно, звук хороший. Жаль, конечно, что нет никакого кодека. Хотя бы AAC звукового разрешения хотелось бы повыше. Но по частотам и по громкости все в порядке. По другим мультимедийным функциям FM-радио, диктофон, запись с экрана присутствует у нас. Кстати, она где-то вот здесь вот, собственно, в экране очень логично расположена. Да, вот запись экрана, пожалуйста, настраивается. С микрофоном, с нажатиями, со всеми делами. Запись разговоров очень интересно в этом аппарате реализована. Она есть, она работает, включается, правда, вручную. Вот скриншотик вам показывает. Здесь такая плашечка с микрофоном. Нажимаете, пошла запись, отжимаете, она останавливается. Либо когда вешаете трубку. Но есть один нюанс, как говорится. Если во время разговора вы нажмете «Выключить микрофон», то не только перестанете писать ваш микрофон, но и вообще заблокируется сигнал с микрофонов и собеседника в том числе. То есть в обычном режиме все нормально. Вы разговариваете, включили запись, у вас пишется и вы пишетесь, и собеседник на том конце провода тоже пишется. Линии, точнее, провода. Атовизмы. Но если бы вы микрофон свой выключите, пропадет и сигнал собеседника. Это не всегда удобно. Иногда хочется помолчать, послушать, а там чтобы все-таки записывалось. Ну, например, на тестах хотя бы я так делаю. Здесь нет, здесь так не получится. Либо пишется все, либо ничего, как говорится, если вы хотите выключить свой микрофон. Нюанс, в принципе, на работу особенно не влияющий. Однако, я должен был вам о нем сообщить. Ну и на сладкое в завершение, как всегда, по камере. В ультрабюджетном смартфоне всегда интересно, а что же может камера в этой ценовой категории. Ну, для начала, модули. Главный модуль вот здесь у нас установлен. 50-мегапиксельный Samsung JN1. Его сейчас ставят везде, но, однако, качество съемки отличается от смартфона к смартфону. Диафрагма у него 1.8. В режиме биннинга фотографии имеют разрешение 12.5 мегапикселей. Кто не знает, что такое биннинг, пожалуйста, погуглите. Прежде чем говорить, как это 50 мегапикселей и 12.5 мегапикселей. Вот так, друзья. Фронтальная камера у нас 8 мегапикселей. Производство Honex Hi846. Она с диафрагмой 2.0. И третий модуль, вот этот вот макро, он, сразу скажу, отвратительный. То есть, про него надо сразу забыть. Смотрим программу камеры. Вполне не дурна она здесь, я вам скажу сразу. Режим 50 мегапикселей присутствует. Вот здесь видео, фото. Портрет, размытие заднего фона. Сразу скажу, в отличие от некоторых, работает нормально. Режим Pro имеется. Да, ручками можно покрутить, достаточно много настроек. В Ешо у нас присутствует танорама, таймлапс, макро, то самое злополучное. И режим ночь Pro. Я так понимаю, ночной режим. Вот он здесь, по факту, нифига не работает. Сверху у нас есть Google Lens, так называемый. Это управление вспышечкой. Управление HDR, который работает в этом аппарате. Соотношение сторон 16.9, фулл 1 к 1. Все, как говорится, по фэншую здесь. Это у нас таймер, эффекты и вот такие вот настройки. Видеоаппарат пишет 1080-30 кадров. Стабилизации никакой нет ни на фронтальной, ни на основной камере. Но разрешение фронталки 1080, обратите внимание. А не ущербные 720, как на многих аппаратах на этой платформе. Если сделали Oskal и Blackview, значит, все-таки можно сделать разрешение Full HD на фронталке. И кто-то просто не хочет работать над своими аппаратами. Но давайте ближе к делу по фотографии. Первое фото. Улица. И, в принципе, очень даже неплохо. Ближний план проработан нормально. Смотрим на дальний план. Кирпичики на доме напротив просматриваются. Но, правда, листва при этом немножко свалилась в кашу. Остановка 12,5 мегапикселей режим. Хорошо очень выглядит, в общем, фотография. Особенно по краям нет никаких искажений, как бывает на дешевых смартфонах. Обратите внимание, мужички. В общем-то, нормально они выглядят. Надписи на остановке не идеальны, но, тем не менее, читаются хорошо. И самое интересное, друзья, что здесь очень хорошо работает режим автоматического HDR. Как раз вот эта фотография сделана в авто HDR. Благодаря нему и небо у нас не выбитое, обратите внимание. И, в общем-то, детализацию поднимает этот режим. Позже я вам покажу в сравнении. 50 мегапикселей. Ничем особенным в этом смартфоне не выделяется. Надпись намного лучше не становится при кропе. Да и HDR в этом режиме не работает, поэтому рекомендую снимать все-таки на 12,5 мегапикселей. То самое макро, о котором я говорил, что оно бесполезное. Но здесь не бесполезное, оно ужасное просто. Это 2 мегапикселя и тут что-то, я не знаю, с линзами, с матрицей. В общем, все вот такое размытое. Гуана, одним словом. Пошли городские пейзажики. И приличные детализации. Хорошо отработаны облака. Номера автомобилей с этой дистанции прекрасно считаются. Надпись «Ломбард за стеклом». Тест-аппарат проходит. Надпись «Видно». Щиток информации на почте. Делаем фотографию. Приближаем ее. Мелкий текст, конечно, видно, но не очень отчетливо. Вот такая вот фотография почты. Присмешанным, комбинированным, так сказать, освещением дневным и искусственным. В общем, в целом, более или менее. Еще немножко фото на улице. На мой взгляд, очень достойно. Особенно благодаря тому, что хорошо работает режим авто HDR. Фронтальная камера 8 мегапикселей. И, честно говоря, я думал, будет намного хуже. Обратите внимание, вполне приличная детализация. Портретный режим. В отличие от Акителя, не спутанный. Размывает задний фон. Лицо оставляет в резкости. Правда, я забыл выключить режим бьюти. Поэтому он меня, видите, как разгладил все мои морщинки. Митификацию надо однозначно отключать. Видео. Аппарат пишет Full HD. Стабилизации, к сожалению, нет. Звук моно, но нормального качества. На мой взгляд, не такой адский, как у Акителя. Опять же. Хотя, наверное, и не идеальный. Качество записи видео. Смартфон Oskal C70. Так, сфокусировка у нас. Что? Не пойму. Работает. На дальней обистанции. Работает. Стабилизации, к сожалению, нет. 30 кадров. Сказал нет. Забыл уже. И микрофон один. Сейчас, кстати, очень ветвенно. На улице. Запись видео на фронтальную камеру. Oskal C70. И здесь у нас тоже 1080. Тоже 30 кадров. И это хорошо. Спасибо за это Blackview. Потому что UMI DGIS-1 Max и разрешение на фронталке. С таким же процессом было только 720. А вот как переживает ветер микрофон, я даже не знаю. Вообще ничего не слышно, наверное. И вот мы добрались до момента, когда я начал тестировать HDR. Вот эта фотография сделана без HDR. Обратите внимание. Небо выбитое. Задний план, кирпичики на заднем фоне на здании размыты. И деревья совсем в кашу. Включаем HDR. Делаем фотографию. Во-первых, у нас небо становится нормальным, без пересветов. И, о чудо, улучшилась детализация кирпичной кладки на доме напротив. Деревья, правда, так и не стали лучше намного. Но, тем не менее, если сильно не придираться, то, в общем и целом, фотография стала лучше. Фото в вечернее время. Здесь, к сожалению, аппарат не может чем похвастаться, как, наверное, и любой смартфон до 100 долларов. Как ни странно, буквы на остановке видно, но листва, к сожалению, сливаются в кашу на деревьях. Ночной режим. Вот эта фотография сделана в автоматическом режиме. Фокус, кстати, видите, еще не всегда ловит. Вот эта фотография сделана в ночном режиме. Пересветы не убраны. Цветность не возвращается. Короче говоря, не рабочая. Хотя, вот в автоматическом режиме с включенным HDR, вот такие вот фотографии. Довольно, в общем-то, неплохие для недорогого аппарата сделать можно. Фронталка в вечернее время предсказуемо мыльнее становится. Но режим размытия заднего фона, однако, размывает то, что надо все-таки, даже вечером. Видео в вечернее время. Здесь, к сожалению, практически фиаско. Потому что частота кадров очень снижается. Становится их всего 20 на основную камеру. А на фронтальную камеру еще и плывет изображение. Короче говоря, вечером снимать видео на этот смартфон не представляется возможным, на мой взгляд. Качество записи видео смартфон Оскол С70. Фокусировка работает вроде бы. 10,80,30 кадров. Очень ветрено, правда, на улице. Экспозиция, что-то пересветы. Фокус на дальняк, вот, сейчас навелся. Стабилизации никакой нету. Подапись на фронталку. 10,80,30. Ой, что-то все мылит так в вечернее время. Очень мылит. Портретный режим на основную камеру. Здесь тоже все в порядке. Персонаж резкий. Задний фон размыт на ровно. Фотография комнаты при искусственном освещении. Стандартный тест на детализацию. Делаем кроп. И мы видим, какую-никакую детализацию обоев. Рисунка моей дочери, в общем-то. И даже не очень плохой динамический диапазон информации о фигнях имеется. Однако есть потеря по цветности. Обратите внимание, фотография какая-то получается бледненькая все-таки. Работа вспышки в полной темноте. Автоматический режим. И не до конца навелся фокус, как мы можем видеть. Если включить режим подсветки и при этом еще тапнуть пальцем по экрану, то чуть-чуть результат, на мой взгляд, получше. Хорошо по экспозиции. И шумов, в общем-то, по углам количество минимальное. Все по фото. Камера, конечно, в этом смартфоне бюджетная, бесспорно. Но, однако, не провальная. В вечернее время, конечно, значительно хуже. Плюс видео нереальное. Но по сравнению с другими представителями третьего эшелона, все-таки, учитывая цену в менее чем 100 долларов, камера здесь может считаться нормальной. Что по смартфону в целом, друзья? Приятный он оставляет впечатление. Хотя, конечно, недостатки у него имеются. Первое – это яркость экрана. На солнце ее будет точно недостаточно. Второе – это невысокая автономность. Ну, могли бы чуть поработать. Вот у Ocitel результаты по автономности именно лучше. А как хочется собрать из нескольких брендов лучшее третьего эшелона и сделать нормальный смартфон. Ну, пока это не получается ни одного бренда третьего эшелона. Ну, и последний жирный минус – это, конечно, камера в вечернее время. Особенно запись видео. Если с фото еще более или менее можно как-то выжать, то по видео шляпа полная. Теперь по плюсам. Экран в целом очень хороший цветопередачи и хорошего в целом качества. Если исключить недостаточную яркость. Сборка не вызывает нареканий. Кстати, на фото могли видеть там довольно внушительная рама металлического аппарата. Производитель садокристальной системы хорошая. Ну, это уже заслуга, собственно, Юнисока Т606. Для смартфона менее чем за 100 долларов. Это просто очень хорошая, можно сказать, производительность. А наличие быстрой памяти UFS 2.1 делает использование смартфона очень даже комфортным. В целом, у смартфона нормально работают все интерфейсы. Связь, Wi-Fi, Bluetooth. Ну, и даже GPS хоть на четверочку. То есть, не так быстро, но хватает и ведет по дорогам ровно. Следующим плюсом, жирным, я считаю, наличие собственной оболочки. Мало того, над ней ребята все-таки работают. Мы видим, появился двойной этап. О чудо! И пользоваться смартфоном стало удобнее. Также можно отметить нормальный в целом звук и динамика, и в наушниках. Ну, и камера днем, в общем-то, показывает результаты довольно неплохие. Особенно порадовал режим работы HDR автоматизм. И по мне, друзья, для аппарата стоимостью 7260, по-моему, рублей, этот смартфон работает неплохо. Решение, конечно, о покупке принимать вам. Хотите ли вы мириться с теми минусами, которые я вам озвучил? Но, на мой взгляд, все-таки Blackview и их бренд Oskill движутся в правильном направлении. Особенно в сравнении с другими брендами третьего эшелона. А на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на все мои ресурсы в соцсетях. Дзен, Телеграм, группа ВКонтакте. Всем мира, добра. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok